Друзья, всем привет! Сегодня я оказался в небольшом городочке Медиат. Он находится рядом с Марденом. Население здесь около 100 тысяч человек. Обычный, типичный, простой восточный город. Я здесь остановился, чтобы только переночевать, но здесь есть музей. Мы сейчас с вами сходим в музей и пройдемся, проедем по улицам этого города. Такая вот достопримечательность у них, музей. Вы сюда приходите, отдаете 5 лир, причем откуда ни возьмите, появляется человек. Вот дает билетик такой, 5 лир, и вы сюда заходите. Вот здесь стоят подсвечники, все пронумеровано. Написано, что видеонаблюдение камеры, но вы заходите, и вам никто не мешает. Вот вы ходите, смотрите телевизоры, всякие разные здесь мухи у них есть, украшения, ступки. И вот вы сюда приходите. Я так понимаю, здесь кто-то жил. Оставлю обязательно информацию об этом месте под видео. И вот вы здесь ходите, вот так. Ходите, бродите, смотрите, что, как, почем. Вот какие у них машины были в 43-м году. Здесь лежа Анночка. Видимо, здесь они чилили, кайфовали. Вон там даже ружье висит на стене. Ну вот как бы написано, да, что камера есть, но я не вижу, что камера следит. Я так понимаю, сюда группа большая может зайти. И вот это вот, допустим, ружье висит, это настоящее ружье. Может быть там, конечно, сточены бойки. Но оно, ну это реальное как бы оружие. Вот просто здесь на стеночке висит. Вот мечи, сабли, все пронумеровано. Ну, как бы теоретически, я не знаю. Вот эти кинжалы, все. Я не знаю, что это за место, я, ну, как бы не готовился, я здесь совершенно случайно оказался. Смотрю, написано, культурное место. Ну, решил зайти, я же культурный человек. Вот. Здесь написано, что трогать нельзя. Значит, те ружья, мечи и все, что там с этим связано, трогать было можно, а это трогать нельзя. Вот 53-й год, как машины из грязи доставали. В общем, все, они тоже документировали, как и я, для вас. Здесь у них кухня была. Вот они лепешки здесь стряпали, кашу вон там варили. Это вот посуда. Вот эти сосуды, они тоже пронумерованы, я так понимаю, они раньше использовались для хранения воды. Да, по всей видимости, да. Потому что вот здесь прям все вот так сточено, расточено. И, возможно, даже в этих сосудах тоже была, хранилась вода когда-то. Давайте отправимся на второй этаж. Да, это кухня. И вот как раз здесь видно, как они тусовались с ружьями. И как они перемещались. А это, наверное, святые. Типа Папы Римского такая повозка. Вот здесь, то есть, он завтракал. А здесь, баю-баюшки, баю. Вообще, если хорошо постараться, то вот такую комнату с такой кроватью можно прям найти и поспать. Сейчас здесь в Турции такой отель можно прям вот такой. Вот в той части такой же будет. Скорее всего, это чей-то замок или чей-то дом или что-то еще такого. Типа, вот мы с вами сможем здесь обзор сделать, чтобы на дроне не летать. Потому что я уже даже не знаю, где здесь можно летать, где нельзя летать. Здесь глушат GPS. И я просто не хочу где-то здесь этот дрон оставить. Обычные вот развалины. Трущобы вот такие вот восточные. Вот у них там беспорядок небольшой. Ну вот так он, этот город выглядит. Лично я, кроме этого музея, если его можно назвать музеем, здесь особо ничего себе интересного не нашел. Так, спускаемся в подвал. Вот здесь есть вот такой подвал. А, вот это вот, наверное, как раз-таки и была носилка. Кстати, вот где-то здесь, вот в этой долине Месопотамии, шумеры впервые изобрели колесо. Много тысяч лет назад. Вот, поэтому колесо и вот эти вот штучки перекапывать в землю, рыхлить землю. И вот это все здесь вот, вот просто вот так. Никого, кроме меня, нет. Я здесь один-единственный. Откуда-то взялась девушка, продала мне билет. А это, скорее всего, штучка для воды. Оттуда вода поступала и вниз. И вот я здесь один гуляю. Вот это полуподвальное, полу-такое цокольное помещение. Здесь у них станки. Всякие разные устройства для обработки зерна, весы. Еще здесь один есть подвал. Я так понимаю, это музей городской. Вот здесь есть вот такая вот штучка. Туда. Это, наверное, для света. Даже две. Вот еще одно. Так. Вот это какое-то прям подземелье, подземелье. Лютое такое подземелье. Да, здесь прям в разные стороны можно ходить, переходить. А здесь, наверное, обслуживающий персонал спал. Вот здесь разные вот такие вот штучки есть. Я даже не знаю, что они на них вешали, подвешивали. Да, скорее всего, здесь в подвале жили те люди, которые занимались обслуживанием замка. Хотя летом здесь такая жара, здесь мог и сам султан спать. Или, в общем, кто здесь предводитель. А вот эта вот часть, я не знаю, наверное, для воды. Я даже не знаю. Скорее всего, для воды. Потому что похоже на колодец. И вот оно так вырыто здесь. Все интересно. Здесь такие лабиринты, друзья мои. Да, возможно, здесь они воду хранили. Потому что очень много сосудов для воды. Это же пустыня. Здесь всегда постоянно вода нужна была людям. И поэтому они ее собирали. Ну, вот такие вот только места собирать в воду побольше. Много же воды надо было. И все, я обошел кругом. Зашел вот так. И полностью здесь все обошел. Ну, вот так у них здесь выглядят улочки. Некоторые дома разрушены. Я не знаю, кто их разрушил. И я не знаю, можно ли здесь проехать или нет. Попробуем. Какая-то здесь у них утопия, ребята. Я сейчас проеду еще до музея. Может быть, рядом с музеем будет что-то интересное. И вместе с тем, посмотрите, здесь современные Мерседесы стоят. Пожалуйста. Восток. Дело тонкое, да? Очень узко. Я так понимаю, что это старая часть города. И видите, колючая проволока. И вот обращаю ваше внимание, что все чаще и чаще я здесь алкоголь у них встречаю. Чем дальше от ислама, тем больше здесь алкоголя. Вот это похоже на какие-то торговые площади. Они закрыты, вероятно, они откроются вечером. Ну, сейчас вот уже час дня. И, в принципе, здесь все закрыто у них. Похоже на центральную часть города. Вот так же вы здесь сможете найти у них вот такие вот рестораны уютные. Буквально несколько десятков километров. И вот соседний город Мардин, он гораздо живее. И как-то там все у них кипит, шуршит, бурлит. Здесь поспокойней, так, посдержанней. Если вы любите восток, но вы любите восток такой спокойный, сдержанный. Возможно, вам подойдет этот город именно. Не знаю, летом, наверное, здесь будет невероятно жарко. Сейчас вам напоминаю середина декабря. И, в принципе, здесь пока нет снега. Но иногда бывает снег. Друзья, у меня сейчас первый раз за сколько я здесь? Три недели или уже почти месяц остановили на КПП. Вот здесь в восточной части. Это, ну, рядом совсем здесь с Сирией, с Ираком, с Ираном. В общем, здесь такая часть Турции, которая уже приграничная Турция. И я сейчас назад возвращался в Турцию. Меня остановили на одном из КПП. Они всех подряд останавливали. И, в общем, проверили у них, у всех планшеты. Они через планшет проверили мой номер. Все проверили. На английском они разговаривают. Спросили, откуда я. Потом попросили паспорт. Я им показал паспорт. Они с умным лицом посмотрели. Визы, все, мое посмотрели. Такие, о, все, молодец, все, окей, проезжай. С автоматами, с бронемашинами, с пулеметами. Я даже из машины не выходил. И они сказали, все, окей, проезжай. Следующая остановка моя будет город Батман. Бэтмен? Батман. В Турции есть такой город. Он называется Бэтмен. Да, вот видите, даже на этом. На знаке Батман написано. Меня удивило то, что у них здесь нет такого. Вот сколько я уже несколько тысяч километров проехал. И нету такого. То есть полицейские, они не прессуют водители, не докапываются. И там такого нет. Там пил, не пил вчера. Как здоровье? Как этот? Как себя чувствуешь? То есть они здесь очень лояльны. Я не знаю, как в Стамбуле, как в Анкаре. Но вот сколько я по трассам езжу, я уже достаточно много проехал. Вот первый раз меня остановили. И вежливо все. Попросили паспорт, попросили проверить. Друзья, пока мы с вами едем, я вам покажу вот эту вот красивую дорогу живописную, новую. Она, конечно, не такая живописная, как были раньше дороги. Но так или иначе. Это новая дорога. Там рядом возле реки проходила старая дорога альтернативная. И, в общем, они вот совсем недавно вот эту новую дорогу открыли. О чем я хотел бы с вами поговорить, друзья? Я бы с вами хотел поговорить немного об питании. Как питаются здесь вот в Турции, в восточной части. И вообще, как люди питаются. Как стоило бы питаться. Здесь, в Турции, они, когда я пью чай, ну, кого-то прошу чай, они мне всегда предлагают сахар. Всегда, везде. Дают такую, у них деревянная палочка есть, мешать. И дают сахар. Я всегда отказываюсь от сахара. Они всегда улыбаются. И, то есть, с одобрением, как бы, к этому относятся. Как люди питаются, допустим, в Казахстане. В Казахстане или, ну, вообще неважно, где в мире. Очень много едят сладкого. Много едят сладкого, много едят соленого. Чтобы вы понимали, сладкое и соленое, это создано для того, чтобы... Во-первых, изначально это было создано для того, чтобы не портились продукты. То есть, это своего рода консервант, чтобы мы могли, допустим, добавить рассол, добавить соленую воду. И огурчики, чтобы хранились соленой в такой воде, они могли долго... То есть, мы их могли таким образом хранить. И то же самое со всеми вареньями. То есть, вы можете обратить внимание, когда мы добавляем сахар, варенье, оно не портится. Если мы просто так размешаем какие-то там малину или еще что-то, естественно, она начнет пройдиться временем. Кроме этого, для чего еще используется сахар? Сахар используется как усилитель вкуса. То есть, по сути, никакой пользы от сахара и от соли нет. Если вы употребляете, пьете чай с сахаром, с солью, кто-то говорит, вот, невозможно пить чай там без сахара. И вообще, как вы вообще пидели, там типа несоленая. Ребята, я вам скажу, попробуйте-ка, к примеру, попробуйте. Просто, ну, не есть. Вот ничего не есть, попробуйте там, я не знаю, полдня, день. А потом вам любая еда, сладкая, соленая, какая угодно, она покажется вам очень вкусной. Вот я вам хочу на примере своей дочери рассказать. Когда мы путешествовали, первое время мы поехали в Индию, она вообще не знала, что такое сладкое. До того момента, пока она попала в Америку, несколько лет ребенок вообще не знал, что такое газировка, какая-то кока-кола или еще что-то. Ей кто-то как-то тайком давал попробовать газировку, она не могла, ей не нравилось, она не понимала. То есть, вот это вот газированное что-то во рту, ей было неприятно, она это не хотела. Если вы приучите своего ребенка отказываться от вот этих всяких сладких, вредных вот этих всех продуктов, то он сам даже это не будет хотеть. Она у нас пила воду и прекрасно себя чувствовала. А теперь посмотрите, что с детьми происходит. Теперь дети постоянно едят эти конфеты, постоянно едят сладкое. И у многих детей, к сожалению, появляется лишний вес. Дети, маленькие дети, они не понимают, что мы им даем. Они думают то, что для них это хорошо, потому что это сладкое, они понимают, что им это хорошо, но на самом деле это не так. Так, чтобы вы понимали, наш мозг в период многолетней эволюции научился понимать, что сладкое это якобы хорошо. В общем, когда люди, древние жители, наши предки находили где-то в лесу, в горах, там какие-то ягодки полезные очень, там, к примеру, малина или там ежевика или там голубика, это очень полезные ягоды, и они сладкие. То есть, наш мозг ассоциирует сладкое с этим совсем, со всеми вот с этими ягодами. Он понимает, что он нашел какое-то что-то сладкое, полезное, и он этого должен съесть как можно больше, побольше. Но, на самом деле, наш мозг не может отличать фруктозу от сахарозы. Мозг думает, что когда он ест что-то сладкое, он ест что-то полезное. Но, на самом деле, в сладком нет никакой пользы, и там очень много вреда. Сладкое моментально попадает в кровь. То есть, от этого сразу меняется настроение моментально. моментально то есть когда мы съедаем сладкое типа может быть хорошее настроение но потом это настроение может ухудшаться и еще плюс ко всему сладкое очень сильно влияет на на вес поэтому вы можете обратить странах вот к примеру в западных где дети едят очень много сладкого и вот этих всех сладкое еще с углеводами перемешано как как правило много людей которые страдают лишним весом понимаете маленькие дети которые ходят в школу они не знают они не понимают что такое сладкое что что это вред и что это нельзя и ни в коем случае нельзя давать сладкое детям если они не будут знать что такое сладкое они не будут есть сладкое вот к примеру я себе принудительно запретил сладкое все и теперь я не знаю что это такое мой мозг забыл уже я не знаю что такое алкоголь я не знаю что такое сладкое понимаете это все легко и просто делается просто не давайте сладкое все к примеру как говорят хочешь покушать покушай яблочки не хочешь яблочки не хочешь кушать и здесь точно так же то есть яблок много в природе и они растут росли на деревьях в принципе в большом количестве их было много но вот эти вот маленькие ягодки полезные их было мало и поэтому они то есть имели вот они имеют вот такую вкус специфический и поэтому наш мозг понимал что если мы находим где-то там очень много ягод мы их должны как можно больше съесть сахар это по сути это концентрация соль это тоже концентрация мы не можем ни в одном продукте ну кроме меда наверное но мед вы не можете съесть большом количестве хотя допустим там в баночке кока-колы или там в каких-то сладких конфетах может быть сахара намного больше чем в ложке меда вот эти вот торгаши до маркетологи и вообще все вот эти ученые они научились обманывать мозг для чего это же все делается ради выгоды чтобы людям продать к примеру эти конфеты сладенькие и люди хотели это покупать и то есть вот они изощряются думают как это лучше сделать но на самом-то деле это от этого стараю страдают люди многие люди не понимают я не говорю про детей многие есть люди взрослые которые не понимают что сахар это вред вред разрушает зубы все что угодно разрешает вам это надо вы платите деньги за то чтобы вредить себе и какой в этом смысл вредить себе вредить своим детям поэтому друзья давайте будем правильно питаться правильно разговаривать правильно мыслить и все в жизни будет хорошо вот вы меня часто спрашиваете у тебя удается там путешествовать где ты работаешь как ты зарабатываешь друзья начните с малого начните со своих мыслей начните с питания вот хотя бы так посмотрите на себя что вы допустим какие вы какими вы вредными привычками злоупотребляете алкоголь какие-то там сигареты никотин это все негативно влияет на полностью на весь нету ни одной точки в организме человека нет ни одной клетки которую не поражает алкоголь и вот это вот сладкое все все об этом в этом спокойно можно обойтись любое сладкое можно фруктами заменить конечно иногда ребенку проще там дать какую-то конфетку шоколадку чтобы он отстал чтобы он не требовал к себе внимания а дети они не понимают они не понимают как проходят вот эти процессы химические психологические в голове некоторые дети от недостатка внимания требуют побольше сладкого потому что они стресс заели а им хорошо и все то есть нужно же причину искать они какими-то точечными мерами воздействовать на текущее состояние в общем давайте друзья будем любить себя будем любить своих детей поменьше вот этой отравы будем им давать и так далее и тому подобное я не хочу ничего этим видео сказать просто это мои наблюдения я вижу как здесь люди живут я за время путешествия по турции ни одного не увидел ребенка которую у которого был бы лишний вес или еще что-то дети здесь без смартфонов спокойно сидят себе фишечки играют счастливые дети я не знаю как сейчас современные дети живут как вообще живет наше поколение которое следующее наше поколение кому мы вообще передадим это эту планету друзья это же все строится от того как мы воспитываем кого вы мало мы воспитываем то есть друзья чтобы вы понимали это все наркотические вещества сладкая соленая алкоголь никотин героин кокаин это все все наркотические вещества потому что они вызывают привыкание и соответственно вредят человеческому организму все в нашей жизни есть лекарства и все есть я только доза имеет значение то есть естественно когда-то где-то вы можете чуть-чуть как-то приправить свою пищу там еще что-то но как правило мой опыт показывает мне что лучше просто отказаться от этого и вообще это никак не использовать и это не просто бессмысленные вещи ни к чему не нужны мы мы уже мы не живем сейчас где-то в средние века или где-то в древности когда нам надо было запасаться как это или еще что-то сейчас всего в доставке и в любой момент вы можете пойти в магазин и получить свежие продукты любые мясо свежее овощи свежие фрукты огурцы помидоры все глобализация и прогресс уже позволяет это получать без консервации и вот этот вот лишний вес его на самом деле очень легко получить в наше время а потом он знаете уже как снежный ком его уже его уже не остановить то есть человек когда получает какой-то лишний вес что-то в себе лишнее это как рюкзак с собой какой-то носить то есть вы постоянно этот рюкзак носите 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 с собой вам все тяжелее и тяжелее и потом вы и соответственно вы хотите меньше двигаться соответственно вы хотите больше отдыхать больше лежать там больше кушать покушали все стресс заели все нет движений больше еды все вы не хотите у вас никакого интереса нет только дома поваляться на диванчике поваляться телевизор телевизорчик посмотреть и все и вреда от этого еще больше и больше потому что нет движений больше еды и все она накапливается а потом уже с этим как бороться потому же с этим бороться очень тяжело наши дети рано или поздно вырастут и скажут мама папа а зачем вы мне давали вот это сладкое зачем вы мне вот это все вот пример от меня родители сладкое прятали я находил эти конфеты съедал и все а потом они просто не покупали все вот в этом я благодарен своим родителям а сейчас посмотрите любое количество любое сладкое любые конфеты любая какая-то вредная еда почему некоторые родители сами так так классно выглядят правильно питаются а дети как будто бы вы их не любите друзья мои ну почему вы так делаете объясните мне пожалуйста я вот для меня это загадкой раз вы сами придерживаетесь правильного питания и сами не даете не вредитесь своему здоровью почему что вам дети плохого сделали дети ничего не понимают они не понимают что ну не это нельзя это 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 плохо это вред мы же не бьем себя по голове палкой правильно а почему мы едим сладко вот лично у меня вот такие вот ассоциации так друзья собственно вот он перед вами город ватман бэтмен здесь есть музей но он сам по себе городочек такой небольшой вот это вот я так понимаю центральная часть его в общем я его сейчас проеду насквозь здесь рядом с ним есть древний город я тоже этот древний город сейчас проехал по незнанию к сожалению это древний город там остались руины и руины старого моста там по моему есть если я не ошибаюсь в общем вот так вот это место называется хасан киев примерно вот так выглядит вот в этих во всех городах медиат батман делать нечего мартин до марта мне понравился я туда даже вернулся а вот эти вот все городочки которые рядом с ним у них лучше проезжать я так понимаю здесь ничего интересного нет вот такие у них здесь пробки друзья торговые комплексы кстати с бургерами бургеры это тоже невероятно вредно здесь но я думаю я лучше и останавливаться здесь не буду бузу кулар отель бузу кулар похож на нормальный отель а эта машина вот полицейская это потому что к отелю вот подвезли автобус и видимо кто-то из каких-то важных гостей приехал один раз я останавливался в отеле и привезли целую команду футболистов целый автобус футболистов привезли и две машины вот таких бронированных стояли дежурили возле отеля из-за того что футболисты приехали все я проезжаю потому что я так не люблю вот это скопление людей пробки было бы еще что-то интересное другое дело а так здесь ну вот интересно что они город этот чистят вот это интересно вот видите здесь тоже броневик стоит а вон еще машина видите полицейская стоит 1 вот перекресток и люди переходят дорогу а там бронированная машина полицейская у них там камеры и реклама куртку они продают зимнюю 59 лир это примерно 4 доллара вот такой вот большой торгово развлекательный центр еще есть но город достаточно большой я думаю около миллиона населения либо студенты идут с левой стороны либо молодежь какая-то очень много людей идет прям вот так вот пешочком кстати пешком тоже полезно ходить друзья надо больше двигаться больше приучать прям себя заставлять ходить пешком меньше вот этой дряни всякой есть и у вас все в порядке будет с настроением естественно депрессии тогда не будет посолить и вот какая вот самая номер один болезнь номер один в америке это депрессия они страдают там чуть ли не каждый 2 какие-то таблеточки пьют еще что-то от депрессии страдают почти вся америка почему да потому что они себя вот это приучили сначала кока-колу пить с бургерами естественно и потом вот эти перепады настроения это же уже потом перерастают все в депрессию вообще в турции очень правильное питание они много овощей едят много фруктов едят если вы придете в какой-то ресторан в турецкий вас не спросят хотите вы салат или нет вам его принесут бесплатно принесут айран хлеб всегда бесплатно принесут воду принесут чай в любом ресторане турецком бесплатно в любом ну если это конечно какой-нибудь не стремный какой-то ресторан если вы приходите пить чай в ресторан вы получаете чай бесплатно я не знаю можно ли так вообще сделать кто-то так делает или нет просто прийти чай попить но если вы закажете что-то там какое-то блюдо вам дадут чай бесплатно вчера к примеру я вот в этом отеле останавливался который я вам снимал наверное будет в прошлом видео я заказал блюдо горячее мне принесли подарили салат и мне еще принесли чай айран все-все-все я в общем объелся у меня даже там осталась еда я за все за это 50 лир заплатил ну там с чаевыми 50 ну 60 может быть ну вон куртка 60 лир стоит то есть это примерно там 4 доллара что это 2000 тенге естественно в казахстане это нереально сделать я не говорю уже там про какую-нибудь америку или европу то есть на данный момент турция для меня страна для путешествий это наверное даже на первом месте можно сказать потому что у нас наши валюты обесцениваются одновременно примерно и то есть мы в принципе этого не чувствуем когда мы приходим в ресторан в принципе здесь как были цены так они есть они не меняются поэтому если я допустим сейчас поеду в европу то я уже почувствую как это сейчас и как это раньше было какая богатая страна в плане истории в каких-то памятники здесь исторические потом вообще сама по себе да здесь вот долина месопотамия жизнь заражалась а посмотрите какое побережье красивое в турции какое море красивое вот к примеру такое побережье красиво я наверное встречал где-то только во франции все сколько мы путешествовали по калифорнии по флориде я нигде такого моря красивого именно вот чтобы море такие пляжи красивые такие скалы красивые такие дороги серпантинные красивые свет воды такой красивый я нигде не видел только здесь конечно в европе тоже очень много интересных всяких достопримечательностей и всяких разных интересных мест вот здесь я больше уже в и вывесок вижу на арабском языке друзья как раз на границе двух провинций дьяр-бакир с той стороны и с этой стороны правит провинция батман вот такой вот красивый красивый мост здесь средневековый вы еще такое время классная мне попалась а там дамба дамба и скорее всего электростанция как всегда электричество не здесь делают мост полностью каменный его делали когда еще не применялась не принялся металл строительстве и поэтому ну в таких масштабах я имею ввиду туда можно спуститься дальше да нам с вами сегодня везет здесь какая-то такая не знаю даже назначение этой комнаты смотровая какая-то башня то есть внутри мы можем с вами понять как этот мост работает то есть он полностью сделан из камня и из какого-то такого материала который этот камень связывает металла здесь вообще нету нисколько мост друзья полностью работает за счет сжатия за счет силы сжатия здесь нет ни одного материала строительного который работал бы на на растяжение вообще здесь такая горная природа очень красивая классная птички такое умиротворение современный мост и вот старый мост ну вот то есть вы я вам могу на примере современного моста показать естественно они там использовали металл железо бетон и то есть вот примерно такая же конструкция эта конструкция они могут себе позволить такую конструкцию сделать потому что там металл есть с той стороны он давит мост и с этой стороны мост давит и только на вот эти две части на двух этих частях держится мост за счет вот этого вот арочного пролета да это деса и вот это вот они делают электричество с помощью этой плотины там на они набрали там очень много воды и в общем эта вода крутит генераторы и за счет этого генерируется электричество а здесь у них там прям такие села такие деревеньки да здесь вообще классно видно как они это строили то есть это происходило сотни лет назад чтобы вы понимали это мост очень старый и рядом с ним вот новый но они по одному и тому же принципу сконструированы мост очень красивый здесь еще плотина вот этого рядом такой горной местности живописной я думаю вам здесь понравится если вы любите мосты мне нравится особенно вот древние мосты как их строили раньше тут такая высота невероятная понимаете в чем дело они должны были перекрыть здесь воду перекрыть полностью течение реки потом здесь насыпать это построить его то есть они должны были куда-то наверное отвести туда сначала воду здесь все засыпать сделать такую большую кучу земли насыпать построить на нем мост hello how are you good perfect how are you you are you from руси 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 yes nice to meet you владимир yes видите два человека просто так подошли ко мне спросили как у меня дела спросили как зовут представились все сказали добро пожаловать и пошли дальше короче друзья я очень люблю такие мосты мне очень нравится любоваться ими и представлять как это было сделано когда-то давным-давно когда еще не было возможности нормально ничего строить и в общем я наслаждаюсь я эстетическое удовольствие получаю от того что я такие мосты смотрю информация про этот мост в двенадцатом веке он был построен почти тысячи лет назад пять потярочных пролетов 220 метров его длина вот друзья собственно плотина электростанция здесь вот так вот хорошо можно разглядеть мост даже можно отсюда увидеть и видно как они здесь сделали водохранилище такое большое это вот за счет одной реки только они здесь установили вот эту гидроэлектростанцию и делают электричество плюс ко всему есть водохранилище и посмотрите там как красиво подсвечивает закат на горы вот на те птички летают в степи в поле я не знаю что они качают но эта качалка похоже на такие похоже на такие устройства которые качают нефть друзья посмотрите какие здесь красивые закаты просто какое-то невероятное вообще сочетание всяких разных цветов красок я сейчас выезжаю на платную дорогу и еду в сторону тивана потому что ехать далеко а уже все темнеет и в общем здесь делать нечего значит мне навигация здесь сообщает что если я поеду по аналогичной дороге по альтернативной мне надо будет ехать на почти на два часа больше вот здесь у нас сейчас пол шестого и вы уже можете обратить все а здесь темнота стемнело люди с мешочками куда-то идут не знаю куда я сейчас ехал километров наверно 20 по вот такой вот дороге чтобы вернуться назад выехать на платную и уже проехать мне 120 километров надо ехать я сейчас доеду до платной дороги и тому же у меня побыстрее дело пойдет так друзья покажу вам свой отель чистая кровать полностью все идеально чисто здесь есть сауна спа что еще принципе чистый достаточно чистый туалет и этот отель стоит 10 долларов но 10 там или 12 короче говоря 170 лиром стоит этот отель и тван по-моему называется они уже здесь ставят батареи батареи горячие здесь тепло чисто короче говоря вот такой вот отель у меня сегодня что друзья я думаю на этом я буду заканчивать видео всем спасибо за просмотр пишите интересные комментарии ставьте палец вверх подписывайтесь а っていう 3 в- да Продолжение следует...